Братья и сестры, наш возлюбленный президент Рассел Нельсон обратится к нам позднее в ходе этой сессии. Он попросил меня быть первым выступающим. Сегодня я буду говорить о том, что Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней и Ее члены отдают бедным и бедствующим и делают для них. Речь также пойдет и об аналогичной помощи со стороны других хороших людей. Принцип помощи нуждающимся существует во всех аврамических религиях, равно как и в остальных. Несколько месяцев назад Церковь Иисуса Христа Святых Последних Дней впервые представила отчет о масштабах нашей гуманитарной работы по всему миру. В 2021 году расходы на помощь нуждающимся в 188 странах мира составили 906 миллионов долларов, почти миллиард. Кроме того, участвуя в этом деле, наши прихожане пожертвовали более 6 миллионов часов служения. Конечно, приведенные цифры не в полной мере сообщают о том, что мы отдаем и как помогаем. В них не отражена личная поддержка, какую оказывают члены нашей Церкви, с заботой служа друг другу в призваниях и выступая в роли волонтеров для других прихожан. В нашем отчете за 2021 год также ничего не говорится о том, что члены Церкви делают самостоятельно, вместе с бесчисленным множеством благотворительных организаций, формально не связанных с нашей Церковью. Начну с нескольких примеров. В 1831 году, менее чем через два года после организации восстановленной Церкви, Господь дал следующее откровение, указав путь прихожанам и, думаю, всем своим детям по всему миру. Цитирую. «Ибо вот не следует мне во всем повыливать, ибо тот, кто во всем принуждается, есть ленивый и немудрый слуга. Истинно говорю я, люди должны с усердием и желанием вершить правое дело и многое делать по своей собственной воле и творить много праведного. Ибо они имеют силу в себе действовать по своей воле. И если люди делают добро, они ни в коем случае не потеряют награду свою». Конец цитаты. За более чем 38 лет служения в качестве апостола и более 30 лет профессиональной деятельности я видел немало энергичных усилий организации и отдельных людей, служивших примером того, что в Откровении описывается как совершение правого дела и старание творить много праведного. Проявлений такого служения по всему миру не счесть, они выходят за рамки лично нашей и всеобщей осведомленности. Размышляя об этом, я думаю о пророке царя Вениамине из книги Мормона, проповедь которого содержала следующую вечную истину. Когда вы служите ближним своим, вы только служите Богу своему. Благотворительное гуманитарное служение ближнему в немалых объемах преподается и применяется на практике Церковью Иисуса Христа Святых последних дней и нами, ее прихожанами. Например, в первое воскресенье каждого месяца мы постимся и передаем сумму, эквивалентную, по крайней мере, стоимости несъеденной пищи, на помощь нуждающимся в наших подразделениях. Церковь также вносит огромный вклад в гуманитарное и иного рода служение по всему миру. Несмотря на все, что Церковь делает от своего лица, большая часть гуманитарного служения детям Божьим по всему осуществляется отдельными людьми и организациями, формально не связанными с Церковью. Как заметил один из наших апостолов, Бог использует разных людей для выполнения своей великой и удивительной работы. Такого рода задача была бы слишком обширной, слишком сложной исключительно для одной группы людей. Нам, членам Восстановленной Церкви, нужно повышать свою осведомленность и благодарность за служение окружающих. Церковь Иисуса Христа предана служению нуждающимся, а также сотрудничеству на этом поприще. Недавно мы преподнесли крупный дар всемирной продовольственной программе ООН. Вот уже много десятилетий нашими ключевыми соратниками в ведении гуманитарной работы остаются две организации. Проекты, выполняемые вместе с Красным Крестом и Красным Полумесяцем в десятках стран, предоставляют детям Божьим жизненно важную помощь во время стихийных бедствий и конфликтов. Кроме того, мы уже длительное время поддерживаем католическую гуманитарную службу. Эти организации многому научили нас в плане оказания помощи на мировом уровне. Мы также плодотворно сотрудничаем с другими организациями, включая «Мусульманскую помощь», «Вода для людей», «Изра-Эйд». Это лишь некоторые примеры. В то время как каждая гуманитарная организация специализируется в своих сферах, нас объединяет общая цель – облегчать страдания детей Божьих. Все это входит в Божью работу, уготованную для Его детей. Современное Откровение учит, что наш Спаситель Иисус Хаистос есть истинный свет, просвещающий каждого человека, приходящего в мир. Следовательно, все дети Божьи просвещаются, чтобы служить Ему и друг другу, насколько позволяют знания и способности. Книга Мормона учит, все, что призывает и побуждает творить добро и любить Бога и служить Ему, вдохновлено Богом. И далее, «Ибо вот, Дух Христов дан каждому человеку, чтобы он мог отличать добро от зла, а потому я показываю вам путь к суждению. Ибо все то, что призывает делать добро и убеждать, веровать во Христа, послана силой и даром Христа. «И ныне, братья мои, вы знаете тот свет, которым вы можете судить, а этот свет есть свет Христов». Конец цитаты. Вот несколько примеров того, как одни дети Божьи помогают другим в ключевых сферах, связанных с питанием, здравоохранением и передачей знаний. Десять лет назад семья Кангдарии, супружеская пара Сикхов из Объединенных Арабских Эмиратов, лично запустила замечательный проект, цель которого – накормить голодных. При поддержке Сикхского храма Гуру-Нанаг-Дарбар, они в настоящее время каждые выходные раздают более 30 тысяч вегетарианских обедов для каждого, кто переступает их порог, независимо от религии или расы. Господин Кангдарий объясняет, «Мы верим, что мы все одно, мы дети одного Бога, и пришли сюда, чтобы служить человечеству». Конец цитаты. Другой пример – оказание медицинской стомалатогической помощи нуждающимся. В Чикагу я познакомился с доктором Захиром Сакхлулом, врачом-реаниматологом сирийско-американского происхождения. Он – один из основательной организаций Медглобал, в рамках которой медицинские специалисты-волонтеры жертвуют свое время, навыки, знания и лидерские качества, помогая людям в критических ситуациях. Например, во время войны в Сирии, где доктор Сакхлул рисковал жизнью, оказывая помощь гражданскому населению. Организация Медглобал и подобные организации, включая многих профессионалов из числа святых последних дней, показывают, что Бог побуждает верующих специалистов оказывать бедным всего мира долгожданную помощь. Многие бескорыстные дети Божьи занимаются обучением тоже в разных уголках планеты. Хорошим примером, знакомым нам благодаря нашим гуманитарным проектам, служит деятельность человека по имени господин Габриэль, который сам не раз становился беженцем из-за различных конфликтов. Недавно он заметил, что сотни тысяч детей-беженцев в Восточной Африке нуждаются в помощи, чтобы не потерять надежду и живость ума. Он организовал учителей из числа беженцев в так называемые школы под деревом, где дети собираются на уроки в тени кроны деревьев. Он не стал ждать, пока кто-то что-то сделает или поручит, а лично возглавил работу, предоставив возможность учиться тысячам школьников младшего возраста в страшные годы вдали от дома. Разумеется, третьих примеров не означает, будто все, о чем говорят или что делают организации или люди, называя это благом или божьим делом, таковым является. Эти примеры лишь показывают, что Бог вдохновляет многие организации и отдельных людей творить огромное благо. Они также сообщают, что большему количеству членов восстановленной Церкви Иисуса Христа следует подмечать благо, которое творят окружающие, и поддерживать его по мере имеющейся времени и средств. Вот некоторые примеры служения, которые поддерживает Церковь, и которые также поддерживают наши прихожане, и другие хорошие люди организации посредством личных пожертвований в виде времени и деньги. Начну со свободы вероисповедания. Выступая за нее, мы служим собственным интересам, но также интересам других религий. Наш первый президент Джозеф Смит учил, цитирую, «Мы заявляем в своем праве поклоняться Богу Всемогущему согласно голосу нашей совести и признаем такое же право за всеми людьми. Пусть они поклоняются как, где или чему им угодно». В числе других примеров получательных гуманитарных и прочих пожертвований восстановленной Церкви, которые также по своей воле вносят наши прихожане, можно назвать наши хорошо известные школы, колледжи и университеты, а также малоупоминаемые, а ныне общеизвестные крупные пожертвования для помощи пострадавшим от разрушений или неурядиц стихийных бедствий, таких как торнадо и землетрясение. Другие благотворительные мероприятия, которые члены нашей Церкви поддерживают своими добровольными пожертвованиями и стараниями, слишком многочисленны, чтобы перечислять их все. Упомянем лишь некоторые в силу их разнообразия и значимости. Борьба с расизмом и другими предубеждениями, исследования, посвященные профилактике лечению болезней, помощь инвалидам, поддержка музыкальных организаций и музеев, а также улучшение нравственной и физической среды для всех. Все гуманитарные программы Церкви Иисуса Христа Святых последних дней призваны следовать примеру праведного народа, описанного в книге Мормона. Цитирую. Итак, при своих благоприятных обстоятельствах они не прогоняли никого, кто был наг, или кто был голоден, или кто жаждал, и кто был болен, и они были щедры ко всем, и к старым, и к молодым, и к рабам, и к свободным, и к мужчинам, и к женщинам, будь то вне Церкви или в Церкви. Я свидетельствую об Иисусе Христе, чей свет и дух направляет всех нас в оказании помощи бедным и бедствующим по всему миру. Во имя Иисуса Христа. Аминь.